всем доброе утро покажи мне свои татуировки только не спеши дима тут утром говорит мама смотри что нарисовал кто это это я это мама кстати мама с ручками даже да а что это такой хвостик у меня это с головой а это папа без ручек это папа без ручек почему без ручек без глаз я кстати переживала что димка не рисует маму и папу вот он и нарисовал на себя хочешь настоящие татуировки которые не смотрятся никогда не как у мамы я сейчас ой мы тут капец поставили вот эту кровать рядом еще одно и все люди бы батутный центр кошмар всю кровать надо перестилать теперь подумает что мы там спали ты прыгун осторожно димка тут ноутбук решили мы опять пойти на рыбалку не знаю что то не словим но пойдем уже на другое место попробуем но на меня очень сильно влияет погода как-то солнышко вроде есть вроде тучки грустно блин так как-то не наверное не хватает здесь условий нормально как-то надоело быть на улице посуду греть воду да хочет достать включить душ здесь горячую воду нормально покупать а еще прыщик умарят прям блин и тут и тут везде блин я вчера монтировала видео я расстроена так повернулась а видно так повернулась а видно и как от них избавиться мне как-то дерматолог говорила этот дарсонваль купить в аптеке но не но он как-то там или микротоки или не знаю что там пропускает может быть стоит его купить попробовать потому что ну блин подростковый возраст закончился давным-давно когда они пройдут они вылазят и вылазят и кожа шерушится мажешь кремом кожа печет и домой понимаю что домой ехать сидишь себе в квартире выглядываешь окошко чувствуешь себя в скворечнике тут вроде природа с другой стороны папа приедет тебе обои клеить я конечно не умею клеить обои не скажу что мне это сильно нравится тем более ладно на сне на стены а потолок потом его красить и то что магазина нету рядом ты сразу придумываешь чтоб тебе такого купить чтоб тебе хватило короче грустно ладно наверное не будем о грустном потому что я как бы хочу все-таки проецировать такое хорошее настроение улыбку но жизнь такова так тоже бывает но когда я себя заставляю на какие-то настраиваю позитивные мысли мне сразу веселее становится я считаю что так надо делать надо гнать прочь от себя вот этот негатив грусть какую-то потому что ну погрустил ты и что ситуация не меняется в любом случае я вот так по щелчку пальца не окажусь дома и дом свой сюда не перенесу где лучше я не знаю поэтому будем довольствоваться тем что есть любой ситуации в любом случае каждый день чему-то учат и что-то дает у меня есть обалденная фраза я книжки вычитала я наверное ее сейчас вот здесь где-то напишу очень такая хорошая особенно моей ситуации когда ты думаешь что вот ты здесь нет нужно делать все там где ты находишься в буфетик мы идем на рыбалку буду я выгружать сейчас ролик поками спустилися вниз тут интернет более-менее попробую по дороге на рыбалку выгрузить ролик мама рыбачит показывает мастер-класс мама ну когда ты уже поймешь хоть какую-нибудь рыбку чи щуку чи хоть пискарик а папа тоже спрашивал говорит вы там тюльки наловили кота я говорю не ловится пока по над водой но верховодка плавает по над водой но по верху что-то у нас рыбой как-то не получается нашли с димоном ракушку видели жаб и кого видели и змеюку и змеюку видели маленького ужика а пока что-то с рыбой не алё хотя стоим на том же месте где прошлый раз ловил мужчина но как-то нам не везет а мы в поисках ну что-то с собой не хлеб не взяли ничего я пришли раз вчера здесь когда были видела где-то хлеб полялся да ну так мы и не нашли этот хлеб наверное рыбаки приходили и весь выбросили ну ладно почему-то они подготовлены ну я же говорю мы такие рыбаки так теперь нужно здесь аккуратно потому что мы здесь видели змею все шевелится все где-то шумит природа в общем природа живет вот так мы и стоим уже какой час а вот и ты тут и этот поплавок и вот так он туда-сюда сюда так самое интересное что даже никто не ест червей если бы хотя бы червяков кто-то ел тому понятно было бы что это мы не вовремя достаем там и тому подобное а так даже червяки никому не надо следующий раз надо будет обязательно взять хлеба мы пойдем не форум следующий раз пойдем пойдем ого такая палка крутая слышишь как ветер гоняет так папа за причинное место нас мы как отделе и все и никто его не домой спать пора ложить и может что ты делаешь за что рыбалка это занятие для ленивых короче заняться нечему так что я рыбачу и целый день почему не клюет а скажите мне пожалуйста подкормку не даем или что конечно у нас обычные червяки ну блин а как раньше люди ловили знают пацаны называется в селах там не знаю пришли с удочкой вообще какой-то с палки сделанной крючок какой-то и словили рыбу да а мы не ловим значит следующий раз папа есть такая штука называется экран экран и ждешь и потом раз вытаскиваешь а там их куча хочу рыбу поймать она не ловится весит ну 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 не надо ромашки красивые покажу смотрите какие мы тут ромашки классные нашли блин было бы лопатка можно было выкопать и у нас и у нас посадить на следующий раз наверное возьмем лопатку с собой да мою она зато маленькая больше нельзя и выкопаем и посадим на участке ромашки я не знаю зачем они но самое интересное даже рыбаков нет просто раз вот тут мужик стоял вот там чуть дальше стояли сейчас вообще никого нет все спят все спят я думаю сегодня пятница не рыбный день четверг рыбный день одинка тут нашел бамбук с ней я ему нашла но не бамбук это не знаю что ли бамбук сейчас пока домой дойдем конечно уже времени пол первого у нас обычно где-то в это время кушает и в час ложится сегодня будет поздно главное чтоб он не спал как вчера до шести сматывает у папы получается хорошо только разлаживать и слаживать правда мы почти пришли внизу горы под козы нас встречают а когда проснулись а папа уже сыра приехали они обещали приехать часов шесть но приехали раньше да все они позвонили так по-хитрому наверное хотели как это застать на горячем сейчас идем тут безетка председателя и там должно быть написано когда будет вода потому что на выходные вроде как должны дать воду в субботу должен висеть график подачи воды потому что вода уже везде закончилась надо посмотреть когда и дадут а потому что без воды нереально вообще очень тяжело ходить каждый раз колодец такая штука тут стоит капец папа говорит что это старый трансформатор который сгорел не знаю чтобы для красоты поставили тут какой-то мемориал андрюсин это наверное он тут жил потому что улица в честь него назвали садов это объявление и вот так по ценам даже дешевле чем в магазине цены очень странно правда что она все замороженное приходит дети расскажу плохую историю с детства эти домики ну там есть короче водам туалет и мы в этом туалете приезжал тут один мальчик если честно даже особо не в курсе где он тут жил кому-то наверное бабушки или к дедушке приезжал он такой был тюсачок не знаю почему-то так у нас пошло не даже мы над ним смеялись он такой странный был и его короче узнали что он до сих пор уписывается но время возраст я не помню сколько ему было наверное лет десять он до сих пор уписывался ну вот как-то стресс больные закрывали его в туалете пугали он там уписывался не аж стыдно не знаю зачем мы это делали как-то никто не внушил что так делать нельзя и мы никому не говорили но нам кстати претензий никаких не было но не родители его никто я поэтому я не знаю с кем он тут бабушка дедушка или свидетелями но сам факт того что мы так делали хотя не могу себя считать жестоким человеком сейчас-то я не такая но раньше почему-то мы так толпой издевались папа лошадка папа лошадка нет папа играет звездные войны сына мы стреляем по ванну а ты кто в звездных войнах я дарт вейдер блин как бомжики просто у меня кроссовки жесть но это домашние дни сообщат для панах еще и с дырками шляпаны тут и слишком это как там говорил этот букин тут и превысил тоннаж они протираются это вспомнил блин а давно не было этого сериала раньше смотрели как смотрели такое на досуге просто как бы скучно был мне там снимать скажи мне пожалуйста пока сама здесь на улице ну только с денисом буду наверно с вами прощаться так как у нас все какие-то без настроения все в общем папа себя плохо чувствует и все сидим в доме на улице ветер холодно так что сейчас я буду идти уже купаться читать димке сказку так что всем пока и до завтра завтра будет у нас день ремонта ну наверное но скорее всего да так что всем пока